Картинка, какая вам больше понравится? Давайте посмотрим сначала на картинку номер один. А теперь картинка номер два. Какая вам больше нравится? Предполагая, что вам больше понравилась первая картинка, ну, там как-то все поприкольнее выглядит, да? Но на самом деле это одно и то же. Вот первая картинка проистекает или выплывает из второй картинки, потому что на второй картинке у нас знаменитый провал грунта в городе Березники Пермского края, где расположено предприятие «Уралкалий». Эту картинку видели все, наверное, жители планеты Земля. Она вообще очень популярна в интернете. А на первой картинке замечательная, потрясающая яхта владельца этого предприятия, господина Рыболовлева. Но это уже даже не актуальная картинка. Я вообще вам решил рассказать это в связи с тем, что Рыболовлев продал эту яхту. И заказал себе новую супер-яхту, которая имеет кодовое название «Проджект 1007». Точная стоимость этой яхты неизвестна, но очевидно, что она будет составлять какие-то сотни миллионов долларов, потому что все говорят, что это некая мега-современная супер-яхта. К чему я это все говорю? А к тому, что вот 28 января мы и против этого и протестуем в том числе. Между прочим, в городе Березники тоже заявлен митинг. Там тоже будет митинг 28 января. Потому что вот устройство России такое. У нас есть огромные сырьевые предприятия. Эти огромные сырьевые предприятия, они обогащают только тех, кто ими владеет, какие-то 2-3 олигарха. Как вообще устроена наша налоговая система? Если в Березниках они не могут заделать дыру в земле, которую сами устроили, но при этом заказывают себе яхты за сотни миллионов долларов. Это только в России такое можно представить. Только в России вот таким образом это работает, когда у людей низкие зарплаты, когда у них есть дыра в земле, когда у них нет медицинских страховок, когда они живут, я не знаю, меньше, чем в африканских странах. И одновременно, весьма показным образом, какие-то люди, зарабатывающие на этом, покупают себе яхты. Вот это вот чудовищная несправедливость. Я знаю сейчас, многие скажут, вот Навальный снова прыгает на олигархов, он такой социалист. Я никакой не социалист. Я говорю про нормальную, разумную вещь. Не может страна быть устроена таким образом. Вот эти удобрения, которые находятся в Пермском крае, они должны работать на всех. Они всех, нас должны делать немножечко богаче и немножечко больше богаче всех тех, кто живет в Пермском крае и Березняках, потому что они там живут, потому что это портит экологию и наносит ущерб их здоровью. Это нормально, и это работает в каждой стране. Кроме России. Вот здесь Путин, он не только же подстроил рай для себя и своих знакомых, каких-то сослуживцев соседям по даче, но и для таких, как рыболовлев, которые просто демонстративно таким образом себя ведут. Ну слушайте, ну постеснялся бы, да? Кризис в стране, дыра в земле, какая-то вообще проблема. Четвертый год падают реальные доходы населения. Ну не покупай-то эту яхту прямо сейчас демонстративно. Ну как ты сделал? Ну я не знаю. Сделай что-то другое. Зачем тебе яхта прямо сейчас? Нет. Куплю, и мне ничего не будет. Никакая налоговая... Никто не придет ко мне с обыском. Никто не будет требовать, чтобы я доплатил налоги. Никто не будет выяснять, как такое количество наличных у меня оказалось там, как я их вывел. Опять же, заплатил я с них налоги. Правильно ли я поплачу экспортные пошлины на это удобрение и т.д. Никто это не выясняет. Всем на все наплевать. Режим, эта власть озабочена тем, чтобы не допускать наших митингов, не допускать наших забастовок, для того, чтобы охранять самих себя и таких ребят, как рыболовля, в которые платят взятки. Поэтому, вот, если мы не хотим видеть в нашей стране провалов и яхты, которые оплачены ценой этого провала за границей, то давайте 28 числа выходим. В Березняках, напоминаю, такой митинг, такая акция будет.